очень много есть информации такой мотивирующей информации и так далее ну вот одна из наверно мотивирующих видов информации вообще когда начинаешь смотреть о том как правильно или как начинать свой день или как начинать вообще жить то очень часто мы слышим одни и те же слова ну они такие все реально простые знаете ну типа начните свой день с благодарности и позитивных мыслей но когда мы просыпаемся то понимаем что благодарить не за что мысли не позитивные все очень плохо это все связано с тем что не высыпаемся гормоны нас там лупасят в стране война родина в опасности денег нет где-то болит и так далее ну и пункт номер один который точно нам не подходит когда мы хотим изменить свою судьбу это начинайте свой день с благодарности и позитивных мыслей почему да невозможно эти позитивные мысли найти когда вокруг все плохо когда плохо тебе окружающим можно ли выбраться как-то из этого да конечно у многих давай у многих людей конечно не получается из этого выбраться потому что это и гормоны и карма и близкие и грязное пространство ну и так далее знаете много есть нюансов грязное пространство это вы же живете рядом с вами соседи соседи ругаются у вас тихо энергия она не имеет границ перри проникая в ваше помещение загрязняет ваши там сыном живете сын ночью с кем-то там переживает ругается еще что делает а у вас потом скандалы в семье и так далее это все вот в комплексе может приводить к таким нюансом сегодня расскажу как можно почистить быстро помещение самые простые методы это метод лалки тап и методы там их существует просто миллионы всевозможных методов я сегодня об этом расскажу потому что очень часто человек начинает заниматься эзотерикой не понимает каким образом можно очистить пространство что необходимо сделать пространстве как с ним работать и так метод номер один метод номер один ментальный необходимо представить будто ваше помещение в котором вы живете это большой сияющий мыльный пузырь но который не лопается после чего представить будто вы все что находится сожгли и все загорелось потом сделали вдох-выдох представили будто все стало прозрачным сделали вдох выдох после чего представили что все засветилось ярким сияющим цветом сделали вдох выдох после чего по центру этого всего необходимо поставить восковую свечу так чтобы восковая свеча от 10 до 15 минут погорела таким образом происходит очищение второй вариант есть очищение человек одевает белую одежду берет в руку белую небольшую тряпочку и по часовой стрелке начинает вот так ходить и берет эту белую тряпочку обмакивает соленый раствор воды после чего бегает по помещению против часовой стрелки или по часовой стрелке машет вот так руками как бы выгоняя все зло которое находится у вас квартире после чего когда он по часовой стрелке обошел вот таким образом все это как бы выгнал после чего выходит на улицу эту тряпочку сжигает после этого в каждой комнате необходимо поставить маленькую свечу так чтобы она от одной до трех минут погорела третий вариант вы можете выбрать вот что можете у кого-то проблемы у кого-то есть переживания там допустим дочь ваша переживает она нервничает злится и там не знает как ей или что делать кто-то не хочет из семьи ваши выходить там и условно заждался момента когда ему уже пора было бы уходить такого человека можно выгнать или такую ситуацию можно прогнать точно так же но для этого необходимо еще и ароматическая палочка любого темного цвета зажигаете берете ее в левую руку или берете ладом в левую руку берете точно также белую тряпочку обмакиваете ее в соленую воду выжимаете и точно так же ходите по часовой стрелке и говорите слова выгоняю печаль выгоняю там безрадостность выгоняю болезнь выгоняю там бедность выгоняю нежелание выгоняю там еще что-то идете по часовой стрелке по правой стороне это значит до по часовой стрелке идете по правой стороне как заходите и надо идти сейчас я что-то напутал когда заходите нужно идти по правой стороне это получается против часовой стрелки вот не по часовой стрелке против часовой стрелки нужно идти идете так чтобы ваша рука была с правой стороны тряпку держите в правой стороне левой руки держите ладан или делает или держите ароматическое благовония какой-либо темного цвета и точно так же выгоняйте но что-то определенное уже там что-то из что-то связанное с эзотерикой там часто люди говорят я сплю утром просыпаюсь что-то ползает там как-то беспокоит и так далее это скорее духе эти духи тоже описаны как у милости ведь духа вы что это такое у милости ведь духов тоже несложно необходимо взять серебряные украшения или серебряные монетки и в туалетах где обычно находятся духи или в местах где особо плохо пахнет именно в этих местах всегда у вас будут находиться духи если у вас помещение в котором вы живете есть место в котором исключительно плохо пахнет то в это место которое имеет максимальный плохой запах необходимо положить серебряную монету вы увидите как очень через через очень быстрое время или что это даст вернее вот смотрите в местах которые связаны с испражнением обычно находятся духи блуда то есть у людей появляется блуд люди нервничают психует злятся и так далее также можно сделать так написать блуд на красном чем-нибудь на красный черным на красный или на желтой бумаги воскресенье запалить на улице небольшой костер такой это нужно делать за пределами дома и написав на бумажечке несколько раз слово блуд сжечь обязательно это делать вечернее время и это делать необходимо в воскресенье или же четверг